Итак, дорогие друзья, продолжим разговор, начатый в другом видео, в котором мы подробно изложили своё понимание того, что Второе пришествие Христа состоялось. Для тех, кто его не видел, ссылку мы выкладываем ниже. Мать Мария сказала, есть только один урок, который необходимо выучить. Страдания людей не будут облегчены или превзойдены до тех пор, пока люди следуют за падшими существами, которые всегда стремятся возвысить себя в качестве элиты. С другой стороны, мы приходим к пониманию того, что цивилизация должна быть построена на новом основании, основании сознания Христа. Ведь ныне Живущий Христос не оторван, не отделён от жизни, как многие думают, Он — часть этой жизни. И более того, у Него есть своё видение по каждому аспекту жизни на нашей планете Земля. Но если это так, тогда люди должны иметь ориентир того, как видит Христос современную жизнь, как видит положение дел в экономике, в образовании, в целом, в обществе. Люди должны познакомиться с Его видением, с Его позицией, чтобы в конце концов сделать выбор, за кем следовать. За падшими существами, которые генерируют нисходящую спираль, сеют хаос и тьму, или за Христом, который есть свет этому миру. Итак, мы приглашаем вас ознакомиться с позицией Христа, взглядом Христа, размышлять и сделать свой выбор. Вот и подошли мы к теме, которая очень нам сейчас всем близка. В чём реальные причины войны и условия для установления мира на Земле? На нашей планете постоянно происходят военные конфликты и войны. В прошлом году было столкновение между армянским и азербайджанским народом из-за признания Нагорно-Карабахской республики. С 2020 года не утихает конфликт между Израилем и Палестиной. В марте и апреле этого года произошли в Иерусалиме террористические нападения. Палестину поддержало ливанское движение Хезбалла. И на севере Израиля сейчас подтянули вооружённые войска и элитные подразделения. Также присоединяется сирийское движение Хамас. И это грозит новой войной. Все знаете, что Китай проводит манёвры возле Тайваня. А Тайвань снабжает вооружением США. И это тоже грозит новым вооружённым конфликтам. Идёт война между Турцией и Ираком. В Мексике и в Африке происходят постоянно вооружённые столкновения. И вы знаете, что сейчас идёт так называемая военная операция России на Украине. И в результате этого происходит очень много жертв, очень много гибнет людей. Гибнут как военные, так и мирные люди. И просто душа плачет. Вот хочется разобраться, в чём же реальные причины войны. Мы все дети Бога. Мы все созданы по Его образу и подобию. Но в результате свободного выбора люди отвернулись от Бога и разделились с Ним. И вот эта причина отделения от Бога — это иллюзия, которую они создали. Есть первая причина — войны. И в результате этого у них создался отделённый дуальный ум. Они начали верить в иллюзию недостатка, что им всегда всего не хватает. Они смотрели друг на друга и видели, что появилась зависть. Вот у них это есть, а у меня этого нет. Значит, нам нужно придумать, как это отобрать. И начались уже междоусобицы между людьми за территории, за богатство. Сейчас в данное время, например, очень много там у кого-то нефти, у кого-то золота. И вот из-за этого всё тоже происходят всякие вооружённые столкновения. И в результате этого появляются опять междоусобные войны. Появилось понятие враг, враги. Но если это враг, значит, его нужно победить. Но даже если ты победишь врага, получается так, что это временная победа. И в результате этой победы наживёшь ещё больше врагов. То есть сейчас мы вот видим, что, побеждая на Украине, наши войска наживают очень много врагов в этом мире, которые, не вникая, не разбираясь, понимают, что мы им враги. И это очень тяжело нам осознавать. Существуют две главные иллюзии, которые приводят к войне, что Земля — это планета с ограниченным ресурсом. И вы уже сегодня слушали, что это совершенно не так. Это иллюзия. Что существует прямая зависимость от количества ресурсов и изобилия. Но это тоже не так. И это побуждает людей вступать в бесконечную борьбу. Но есть возможность увеличивать изобилие, как духовное, так и материальное. Есть люди, которые научились это делать. И если бы все люди смогли этому научиться, то и не было бы причин к войне. Причина войны в невежестве. Что люди не знают, некоторые вообще о Боге, не знают, как к Нему идти, что делать. И они не знают, как можно самим изобилие создавать. А причина невежества — это опять же в разделении с Богом. Следующей причиной войны является идейный конфликт. Человек с отделенным дуальным умом считает, что если у него какая-то есть правда, истина, то он ее возвеличивает и считает, что только она истинная. И все, кто не поддерживает эту истину, — это враги. И их нужно уничтожить, чтобы эта истина ложная не стала угрозой для их жизни и существования. Но в наше время очень много людей взяли на себя ответственность за свое развитие сознания. И сейчас уже они могут использовать мудрость Бога для осаждения за обильные жизни и могут уже учить других людей этому. Когда существует конфликт между двумя сторонами, ни одна из них не руководствуется нравственными сторонами. Закон Бога не убий, он постоянный, непреложный, но люди его нарушают. И мы понимаем, что морально правильно для одного выражения Бога убивать другое выражение Бога. Ведь прежде, чем ты что-то сделаешь другому, ты это уже сделаешь самому себе. Закон кармы — как бумеранг вернет все, что ты послал другим, но гораздо более усиленным. Хотя, может, это произойдет не сразу. Но закон циклов ускорился. Сейчас циклы ускорились, и это происходит гораздо быстрее. Люди верят, что если нравственный закон на их стороне, значит, они могут с врагом делать, что хотят. Они могут его уничтожить. Но чтобы уничтожить врага, уничтожить зло, нужно стать еще большим злом. И гнев — это самое опасное состояние ума, когда человек может оправдать любые свои злодеяния. Вовлечение в гнев опасно тем, что человек еще больше отдаляется от Бога и усиливает свой отделенный дуалистический ум. И гнев приводит к желанию уничтожить врага. Что же делать, когда на тебя нападают, когда ты чувствуешь угрозу? Как сказал Иисус, если тебя ударили по носике, подставь другую. И дай возможность закону причины и следствия воздать человеку или группе людей по заслугам. Сейчас это может происходить достаточно быстро. Четвертая причина — это наличие на земле падших. Падшее сознание незаконно проникло сюда. И пока оно здесь, войны не закончатся. Падшие имели высокий уровень сознания до своего падения. И когда они появились на нашей планете, они стали осаждать очень много вооружения и также биологическое оружие. Падшие находятся среди нас. Они выглядят так же, как обычные люди. Но их можно узнать, потому что они пристраиваются все в элиту власти, в банкиров, чтобы управлять людьми. И также их можно узнать по их лжи, когда они объявляются миротворцами, а в то же время они снабжают оружием и испытывают на людях смертельные вирусы. Мы и все сферы нашей жизни пропитаны элементом упадшего сознания. Какая же цель у них? Их цель — довести людей до полного падения и доказать Богу, что он был неправ, дав людям свободную волю. По замыслу Бога человечество должно постепенно подниматься в своем сознании, пройти путь под руководством Вознесенных Учителей, Иисуса, Матери Марии, Гаутаммы, Будды и других, обрести Христосознание, стать сотворцами Бога и владычествовать над землей. Но падшие не дают этого сделать. Они программируют людей через телевидение, СМИ, соцсети, наркотики, алкоголь, сексуальную распущенность, музыку. Но вот если они не будут приносить людям идеи расчеловечивания, что можно кого-то убивать, потому что это не люди, они нацики или они урки, и не будут вкладывать в руки людей автомат, то люди будут пробуждаться и расти. Существует также еще причина следующая. Существуют сущности войны. Сущности питаются светом, но обычный свет они не могут воспринимать, и поэтому нужен искаженный свет. И во время военных действий, во время столкновений появляется много энергии искаженных, страх, ненависть, гнев. И этот свет искажается, и сущности могут им подпитываться. Также во время войны очень много людей теряют своей крови, а кровь — это тоже свет. И свет, который высвобождается из этой крови, падшие подпитываются. И чтобы им как-то жить дальше, они пытаются всегда внушать людям гнев, ненависть к другим, разжигают его, и мысли внушают об убийстве других людей. Чтобы люди могли развивать свое сознание и наступил на планете мир, падшие сущности войны должны быть удалены с планеты. Для этого нужно делать призывы к Архангелу Михаилу. Есть самые простые призывы к Архангелу Михаилу об удалении сущности войны. Но этого недостаточно. Люди должны лишить поддержки и изъять одобрение всех военных действий и войн. Чтобы удалить падшее существо с Земли, нужно, чтобы кто-то в воплощении достиг такого же уровня сознания, какое было у падшего. Такой закон. Падшее сознание можно удалить с Земли, если критическая масса, а это не меньше 10% людей, быстро пробудится и достигнет высокий уровень Христа бытия. Тогда иерархия Света сможет удалять падшее сознание. Остальные 80% должны последовать за теми, кто достиг Христа сознания. А те, кто этого не сделает, будут удаляться с Земли туда, где будут проходить свою эволюцию. И тогда сознание войны не сможет прорваться на физический план. Победа в дуальном сознании временна и неокончательна. Существует истинная победа. И есть пять аспектов для истинной победы. Побеждает тот, кто никогда не вступает в дуальную борьбу. Потому что борьба возникает из сопротивления. Побеждает тот, кто превзошёл сознание дуальности, в котором одни люди имеют превосходство над другими. Побеждает тот, кто объединился в истинном духе божественной бесконечности. Побеждает тот, кто достиг единства с Богом и те, кто стремится донести это до других людей. Побеждает тот, кто трансформировал военный потенциал в потенциал пробуждения других людей к реальности Бога. И в золотом веке должны люди взять ответственность за своё развитие. Пробудившиеся люди должны очистить своё сознание и сердце от энергий падших, особенно от критики осуждения, зависти, ревности, гнева и ненависти, а затем развивать в себе бдительность и не попадаться на искушение змеиного ума. И тогда придёт осознание, что всё происходит от Бога, а понятие разделений и враги — это иллюзии. Если достаточное количество людей готово выйти за пределы дуальности, разделения с Богом и людьми, то вознесённые владыки смогут высвободить мудрость и энергию, которые поглотят машины войны и принесут истинный долговечный мир. Это более высокий путь, осознать, что истинная победа может быть достигнута лишь через единство с Богом. И это не зависит от других людей и от состояния в мире. Ведь Царство Бога внутри нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова